Бутики, фудкорты и крупный гипермаркет. Всего около 60 отделов, в том числе популярный кинотеатр, закрылись сегодня в принудительном порядке. Причина – массовые нарушения пожарной безопасности. Не работает противодымная система, стены отделаны горючими материалами, а в некоторых помещениях полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Но администрация торгового центра с решением не согласна, а само закрытие стало для них неожиданностью. Решение о прекращении деятельности стало неожиданным для администрации ТРЦ, поскольку соответствующее постановление было получено только 14 мая в 18.00. Ночные сборы – уже традиция. Утром 15-го судебные приставы опечатали все выходы. Ситуация, как под копирку, напоминает историю с торговым центром «Гулливер», который закрыли в конце апреля. Арендаторы в спешке были вынуждены выносить вещи и документы. Новое место большинство нашло не сразу. Так, одна из турфирм за неделю без офиса потеряла больше 20 клиентов. Это минимум 300 тысяч рублей. Убытки в плане потерь клиентов, возможно, и плюс еще затраты на грузчиков. Когда торговые центры откроются, теперь решают суду. Заседания пройдут в конце мая. Между тем, вчера в Центральном районном суде так и не смогли определить судьбу ТРЦ «Первомайский». Напомним, это уже второе слушание. На 1-м 8-го мая назначили экспертизу о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности. По экспертизе, там они также выявлены нарушения, несут угрозу жизни и здоровью посетителям, сотрудникам, предупреждениям. Счастье, касающиеся нарушений, нарушен монтаж системы оповещения, сигнализации и системы пожарной безопасности. Пока в Первомайском, по оценке сотрудников МЧС, устранены далеко не все нарушения, ответчики жалуются на нехватку времени, якобы не успели ознакомиться с заключением. Заседание перенесено на 23 мая. Прокурорские проверки торговых центров края продолжаются. Валентина Аскерова, Николай Шилко, Андрей Печоркин. Наши новости.